Осенью в России будет отмечаться День Отца – новый, но очень важный праздник, который подтверждает ценность отцовства. В Славинском районе немало прекрасных отцов, которые заслуживают самых добрых слов. Об одном из них Сергей Дерябкини из посёлка Забойского. Наш следующий репортаж. В тренажёрном зале 20-й Забойской школы полным ходом шла тренировка. Юные забойчане с удовольствием делали упражнения под наблюдением своего тренера, преподавателя-организатора ОБЖ Сергея Дерябкина. Сергей Евгеньевич, во-первых, отличный учитель, так же, как и тренер. Он всегда уделяет нам много внимания. Он не только тренер в сфере тренажёрного зала, но и учит метание ножей, разборки-сборки автомата. Ну и, в принципе, это очень ответственный человек, который серьёзно подходит. Мы им гордимся. Пришёл сюда, в родную школу, потренироваться и парень постарше, который уже учится в ВУЗе. Он благодарен своему учителю и тренеру за большое внимание к спортивному развитию. Он к своему делу подходит максимально грамотно. За каждым упражнением, в каждом подходе. Он всегда следит за техникой, за тем весом, который мы берём. И, в принципе, всегда уделяет внимание тому, как и что мы делаем, чтобы предостеречь нас от всевозможных травм. Сергей Дерябкин – человек многогранный. Он тренер, учитель информатики, отличный муж и отец. Работает добросовестно, старается быть на уровне, чтобы отвечать самым современным требованиям. Да, у меня несколько предметов. Я и руководитель точки роста. Это у нас техническая направленность. Я учитель информатики, ОБЖ. Сейчас это уже новый предмет у нас вводится. Новая программа будет. Технология. С мальчиками в мастерской занимаемся. Ну, естественно, патриотическое воспитание тут без этого никак, потому что педагог-организатор. Ну, а то, что у нас зал-атлет, это можно выразить так, что это мой зал. Я еще с 14 лет впервые зашел туда. Несколько раз в зал переезжал. Вернувшись с армии, я опять вернулся в зал, но уже в роли инструктора по спорту. Он прививает юным забойчанам лучшие качества. Активно участвует в воспитании собственных детей. Что значит быть отцом? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Для большинства это и немалая ответственность, и великая радость. Любовь, гармония, физическая культура и личный пример во всем – вот основы воспитания в семье Сергея Дерябкина. Для того, чтобы воспитывать детей, нужно самому соответствовать, потому что дети берут с нас пример всегда. И если мы будем где-то пытаться им объяснить что-то высокое, а сами будем вести себя по-другому, то это никак не привьется к ним. Поэтому, да, надо стараться быть таким, каким ты хочешь, чтобы тебя видели окружающие. Может быть так, не знаю. Но вообще мы просто живем, работаем, стараемся, вкладываем душу во все. Он является заместителем атамана Забойского хуторского казачьего общества. Учащиеся 20-й школой, в которой он преподает, принимают активное участие в военно-патриотических акциях, проводимых казачеством. И его сын Тимур участвует в казачьих сборах в 7 лет. Состоит в юнармии, награжден знаком «Казак России», имеет грамоты по военно-прикладным видам спорта. Разумеется, пример отца. То, чему я его научу, он потом с этим пойдет по жизни. Поэтому, как мужская работа по дому, какие-то принципы, понятия казачества, он тоже у меня на сборах. Поэтому мальчик должен воспитываться именно на примере отца. Надо ли говорить, что Тимур очень благодарен своему отцу за все, что он сделал и делает для него. Мой отец для меня много значит. Он для меня наставник, на которого я равняюсь. Он и тренер для меня, и учитель, и отец. И только благодаря нему я пришел в казачество. Я надеюсь, что когда я вырасту, буду таким же, как и он. Анита Дерябкина прекрасно играет в шахматы. Она многократный победитель и призер различных конкурсов и олимпиад. Сейчас успешно учится в Санкт-Петербургском экономическом университете. Я очень благодарна папе за его живой пример того, как нужно жить, воспитывать детей и в целом трудиться для своей семьи. Потому что он действительно делает очень многое. Он помогает нам, он помогает мне. Вот сейчас я уехала, живу очень далеко. Но его поддержка, когда мне нужна помощь в чем-то, как и словесная, так и материальная, мне очень помогает. Мой папа – это живой пример того, как нужно выстраивать быт, вести отношения, создавать семью. И в будущем я буду на это ориентироваться сто процентов. И дома, и на приусадебном участке у семьи Дерябкиных царит идеальный порядок. Все цветет и благоухает. Глава семьи не только успешно делает мужскую работу по хозяйству, но еще и хорошо готовит. О нем можно говорить очень много. Он награжден медалями, нагрудными знаками, благодарностями, почетными грамотами. Сергей Дерябкин – настоящий патриот. Опора своей семьи – достойный пример для детей. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Программа «События».